У нас мороженое только что с улицы пришло, ему кошка как кошка. Но если заглянуть с другой стороны... Дай-ка мне заглянем на тебя с другой стороны. Ложись. Прекрасно. Ты знаешь, сколько ты это вылизывать будешь? Ты сейчас тут всё намочишь. Ладно, сейчас я тебя спасать буду. Да уж, Мароша снова просилась на улицу. Но как-то... Ей, видимо, мало было комочков. Сегодня прям снег мокрый, липкий идёт. Вон опять куча овсянок сидит. Что-то ждут. Овса, наверное. Что, собака? Подожди. Так. Вот сидеть можно, прыгать нельзя. Пойду птиченькам насыплю еды. Так. Куб, дай я пойду. Не надо меня поводком подсекать. Все ступеньки, всё в снегу. Да? Подожди. Сидят галочки. Это те самые, которые в кафешку теперь прилетают. Вот это всё количество наших галочек. Можно посчитать. Три. Шесть. Девенадцать. Опач. Пятнадцать. Семнадцать. Семнадцать. Двадцать один. И там четыре. Двадцать пять штук. Вот. Это все наши местные галки. Они живут с той стороны деревни. Там далеко-далеко. Там лэп идёт на огромных бетонных столбах. Вот они в этих столбах летом гнездятся. В макушечках столбов. Ждут, когда я вынесу им ведро подстилки крысиной, чтобы поковырять её. Я всё видела. Сова. Ты зачем мне завязочки на сапогах оттягиваешь? Чтобы у меня потом полные сапоги снега были? Сейчас Артём выйдет, пойдёт с тобой. Да. Я кофе иду. Сова, привет. Тебя завалило снегом. Съела всё? Ты ела крысеньку на соломе? В постели практически. А вот снимать вот это, кто будет с неё теперь? Я? Зачем ты кишочки на солому развесила? Красивые? Да, скажешь, дизайн. От совы. Вообще красота. Ну, молодец. Вкусно было, скажи, уютно. Приятно. А ты убирай. Да? Угу. Она со мной согласна. Она прекрасно знает, что я знаю, что делать. Поэтому, что мне рассказывать? Сама разберёшься, скажи. Давай, действуй. Да, сова? В гости пойдёшь сегодня? Если мы никуда не уедем? Может, не будет сову пригласить гостей сегодня ноль? Погода, конечно, красивая. Ну, снег убирать. Ай. Он ещё тяжёлый сейчас, мокрый. Такой. Совсем не перспективный к удалению. Ну, ничего. Скоро уже весна почти. Месяц через два. Да, Ёль? Привет, ещё одна сова. Как у тебя дела? Сидишь? Всё закакал? Да? И всё затоптал. Здесь он даже что-то копать пытался. Выход, скажи, копал себе. Да не переживай, не бойся. Я тебе принесла двух цепрятков. А что у тебя тут? А, это просто листики всякие. Ну, и чего ты туда прыгнул? Вот, возвращайся, давай. Я тебя не пугаю. Сам давай, залезай. Да не переживайте так, чего ты? Ты не хочешь, чтоб я тебя подмышками куда-то носила, да? Скажи, не хочу вообще, уходи. Ой. Не бойся. Одичалая сова. Всё хорошо? Чего у тебя за перышко торчит? Непонятное перо торчит. Непонятное перо торчит. Это из хвоста у тебя, что ли? Кусочки. Ну, ладно, ладно. Тебе вот так потрогать, чтобы ты знал, что я тебя есть не буду. Только потрогаю. Да? Всё, давай, иди кушай. Я пойду. Ай, собаку стрессирует. Ой-ой-ой, страшно как. Кубик! Всё в порядке, не бойся. Нет, страшно, конечно, но он терпит. Такой, ну блин, шумите. Хе-хе-хе. Будет бояться всего нового. Конечно, это страшнее пылесоса. Хе-хе-хе. Сову заметает. Ну, Артём уже там несколько часов ковыряется. Конечно, не знаю... Что за звук был? Тропинки, мне кажется, удобнее чистить лопатой. Ну, как бы... Я бы не стала выкатывать эту штуку ради тропинок. А вот саму вот эту дорогу, чтобы на машине подъезжать. Вот эту вот. Это, да, это очень-очень крутая штука, чтобы чистить. Но вот эта грязь... Её, правда, сейчас снегом быстро заметёт. С одной стороны, она смотрится ужасно. Здесь на белом фоне такое земля. А с другой стороны, когда весной солнышко будет припекать за счёт вот этих тёмных частичек, гораздо быстрее стает снег. И для растений побыстрее это тоже будет неплохо, мне кажется. Он... Артём недоволен, у него ломается эта штука. Непонятно что, то есть она захлёбывается вон и плохо работает. Вот он пока не может понять, в чём дело. Возможно, повезём по гарантии узнавать, что с ним не так. А, потому что, ну, непонятно, чё это такое, почему. Вот, он плюёт, плюёт и перестаёт плевать. Ага. Бесит. Кубик палочку доел. А ёлка на Артёма смотрит и смеётся. На котельках вон. Да. При этом температуры сейчас ноль на улице. То есть он не замерзает, ничего. Ну и при минус десяти он так же делал. И глохнет, вот. Как-то захлёбывается. В общем... Непонятные. Непонятные. Надо посмотреть с той стороны, чё он... А, ну, палочку он носит. Палочку. Молодец, пёсик.